Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада приветствовать вас сегодня на концерте Борислава Юрьевича Странько, нашего коллеги. Композитора, преподавателя, ученого могу добавить по программе сегодняшнего концерта, это, безусловно, пианиста. Концерт этот, концерт не первый, потому что два с половиной года назад, 1 апреля 2008 года, в этом зале состоялся первый в жизни Борислава Юрьевича авторский концерт. Тогда творчество молодого композитора было представлено только фортепианной музыкой. С этого времени произведения Борислава Странько исполнялись в разных городах, на разных сценах, и можно смело сказать, что они уже входят и в концертный, и в педагогический репертуар. И вместе с тем этот концерт можно в известной степени назвать первым, потому что он связан с тем, что в этом году Бориславу Юрьевичу первый раз исполнилось 40 лет. Поэтому я думаю, что у меня в связи с нынешним нашим собранием предоставится возможность сказать несколько слов об авторе, о его пути, о его творчестве. И я думаю, что Борислав Юрьевич сможет дальнейшую часть нашей программы, по крайней мере до своего выступления, послушать сидя. Пожалуйста, на сцене, если можно, потому что мест в зале, конечно, просто нет. Борислав Юрьевич. Он написал много произведений самых разных музыкальных жанров. И хотя мы более знакомы, те, кто знакомы с творчеством Борислава Странько, знаем его как автора камерных произведений, Но в его списке авторском достаточно много солидных по жанру крупномасштабных произведений. Это две оперы и три симфонии. Это произведения для хора. И, конечно, это произведения для различных музыкальных инструментов. Это из камерной ансамбли, фортепианная музыка, произведения для органа и произведения для голоса. Для того, чтобы мы могли в полной мере представить круг творческих интересов, круг широких творческих интересов Борислава Странько, мне бы хотелось несколько слов вообще сказать о его биографии. Она на сегодняшний день выглядит достаточно скромно по датам. Но если сопоставить их с количеством произведений, с тем, чему посвящены, я имею в виду образы, которые воплощаются в Странько в музыке, я имею в виду различные техники, которые он использует, традиции, которые развивает и очень смело и тактично обновляет, то мне кажется, что это вызовет достаточно большой интерес для слушателей и для тех, кто изучает его музыку. Но прежде всего Борислав Юрьевич, как я уже сказала, родился 40 лет назад в Тульчине, на Украине. Но детство его музыкальное проходило в совершенно другой среде, так как он жил некоторое время в Армении и Азербайджане. Возможно, это и спровоцировало такое глубокое увлечение культурой Востока, и не только Востока, что впоследствии будет отражено в его произведениях. Возвратившись в Киев в 1983 году, Борислав Юрьевич учится в музыкальной школе имени Лысенко, заканчивает ее в 1988 году и поступает в Киевскую государственную консерваторию имени Чайковского. Там же он оканчивает аспирантуру. В 1996 году становится членом Национального союза композиторов Украины и в 2003 году защищает диссертацию. Вот с диссертации я и начну называть произведения Борислава Юрьевича Странько. Хотя лучше бы, конечно, было сделать с музыкой, но тем не менее именно это название во многом будет созвучно тому, что отражает, чему посвящена, что раскрывает музыка Борислава Странько. Диссертация, это звучит темой ее, так, «Будьте вы час у музыки», сокращенном варианте. С 1993 года Борислав Юрьевич работает в нашем учебном заведении в Киевском государственном высшем музыкальном училище имени Глеера, сейчас Киевский институт музыки, где преподает музыкально-теоретические дисциплины и совмещает эту работу в настоящее время с работой в Национальной музыкальной академии. Ну а что же написано Бориславом Странько? И о чем мне бы хотелось сегодня сказать особенно? Прежде всего о том, кто его учил. Ибо все у нас в музыке начинается с традиций наших учителей. Особая благодарность его учителю в музыкальной специальной школе имени Лысенко Виктору Пуцукевичу. Ну и, конечно, наставнику консерваторских лет, лет аспирантуры, присутствующему здесь профессору Юрию Яковлевичу Ищенко. Я думаю, что счастливо соединилось качество Юрия Яковлевича как музыканта, высочайшего профессионала, свойственного которому удивительная глубина постижения мира. Высокая культура и интеллигентность с тем, как эти же качества пересеклись с его учеником, с музыкой Борислава Странько. И здесь можно сказать о высокой профессиональной культуре, о подлинной интеллигентности, о глубокой духовности, о мастерстве, о традициях, о новаторском освещении их и развитии. Мне бы хотелось сказать, что стиль произведений Странько это стиль, в котором вы услышите совершенно невероятное по количеству проявление разных стилевых моментов. Ну, во-первых, это перекличка времен, это от культуры барокко и классицизма до самых новейших авангардных техник 20-го и даже 21-го столетия. Это обращение к разным национальным культурам, разным стилям. Причём это обращение и к фольклору, и к джазу, и к академическим традициям. Ещё мне бы хотелось отметить, что это попытка по-новому осветить многие жанры. Причём эти новые, эти музыкальные жанры, о которых я говорю, в данном случае такой жанр, как симфония, попытка раскрыть его по-новому, подходя не с внешнеформальной стороны, а, скажем, соединяя разные техники и способы музыкального мышления. Я имею в виду симфоническое произведение, вторую и, отчасти, третью симфонию, где соединяется традиционная европейская культура и индейская рага или восточный мугам. что это? Желание молодого музыканта попробовать себя в разных способах выражения? Конечно, на определённом этапе, наверное, так оно и было. Но сейчас, можно сказать, смело. Это очень интересное и, на мой взгляд, уже отстоявшееся, стилевом отношении, однородное при всех разных моментах, которые слышатся в музыке, проявление вот таких полистилистических подходов к музыкальному искусству как к единому целому во всех разных техниках. Во всяком случае, если раньше можно было говорить о том, что это проба пера и попытка найти себя и попробовать, то сейчас во всей музыке Борислава Юрьевича Странько при любой основе, к которой он обращается, в разных ладах или разных стилях, или разных эпохах, к которым он обращается в своём творчестве, безусловно, чётко, ясно и определённо слышится его стилевое единство. Во всяком случае, готовясь к сегодняшнему концерту и чуть больше, возможно, слушая музыки Борислава Юрьевича, я абсолютно уверена в том, что сейчас узнаю музыку Странько среди любых новых произведений, которые мне пришлось бы услышать, чему я несказанно рада. Мне бы хотелось сказать ещё о том, что Бориславу Юрьевичу присуще и в чём он видит для себя, скажем, наиболее интересные сферы поиска. Это одно из направлений, это тембровая палитра. Желание услышать и соединить в ряде случаев различные инструменты, надающие интересное ансамблевое сочетание, это проявляется практически во всех его группах сочинений, в том числе и в сегодняшнем концерте вы сможете услышать, конечно, уже не только фортепианную музыку, а голоса разных инструментальных тембров, разных инструментов. И вот это очень важный и показательный момент стиля музыки Странько. Второй момент, который я хотела бы отметить, это наоборот желание Борислава Юрьевича показать, вот скажем, создать цикл дуэтов для одинаковых инструментов. Вот есть ли у него, например, дуэт для флейты, дуэт для гобоя, дуэт для кларнета, причём всё это является пьесами программного характера. Прозрачные нитки для двух флейт, сельские сплетни для двух гобоев, или деревья почти неподвижны для двух кларнетов. И это только начало. Я думаю, что и в дальнейшем будет такое же развитие и продолжение цикла для двух одинаковых тембров. Неожиданный и вместе с тем очень интересный творческий подход. Кстати, вот попытка прикоснуться к фольклору разных, народов выражается в том, что и даже не только к фольклору, возможно, и к культуре профессиональной музыки, выражается в том, что у Борислава Юрьевича уже есть цикл на стихи русских поэтов, украинских поэтов, грузинских поэтов, древнегреческих поэтов, китайских и корейских поэтов. Цикл вокальных произведений. И снова-таки этот цикл ещё будет и будет, мы думаем, пополняться. Ещё мне бы хотелось сказать, что по содержанию в музыке Борислава Странько удивительным образом привлекает цельность образной составляющей, при всём её многообразии. С одной стороны, это философичность, глубокая духовность, кстати, и в прямую обращение к духовным текстам. С другой стороны, совершенно потрясает ощущение природы, наблюдение за жизнью и постижение её, без всякой нравоучительности, без всякой позы, без желания привлечь к себе повышенное внимание публики чем-то экстраординарным. Наоборот, всё очень естественно при сочетании даже, казалось бы, изначально несочетаемых вещей. А чувство юмора? Оно удивительно. Я, надеюсь, не слишком утомило вас своей вступительной частью, потому что говорить о музыке Странько, которая мне действительно глубоко близка и очень нравится, как, впрочем, и личность её создателя, скажу честно, я перейду сейчас к музыке. Но хотела бы в конце своего выступления предварить звучание его произведений вот такими словами. Когда-то, написав их, я, в общем, себя ругала за то, что, может быть, это даже слишком смело. Но, тем не менее, я позволю себе их процитировать ещё раз с поправкой. Его музыка отражает вдумчивый и заинтересованный взгляд на мир умного, одухотворённого молодого человека, который смотрит на мир с мудрой улыбкой. Поправка одна. Молодость души остаётся, но есть зрелость и глубокий профессионализм творчества. Вариации на тему Пёрсала для двух роялей исполняют Юлиана Яблонская и Борислав Странько. АПЛОДИСМЕНТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИТОМИ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Пять богатылей для фортепиано прозвучит в исполнении Евгения Фомина, класс Юлианы Яблонской. Пять богатылей для фортепиано прозвучит в исполнении Евгения Фомина. Пять богатылей для фортепиано прозвучит в исполнении Евгения Фомина. Мессиан, Рахманинов, Дебюси, Брукнер, Лятошинский, Стравинский, список внушительный и разноплановый. Вернемся к классическим традициям. Пять богатылей. Евгений Фомин. Пять богатылей. Пять богатылей. Пять богатылей. Продолжение следует... 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 Нам батюшка пить разрешит, А то бы доказал, что вода, А то бы доказал, что вода, Для грех создана. Кто решит, кто грешит? Попрячем те книги в карман, Заглянем те лучи в стакан, По смерти твердит, кто учен, По смерти твердит, кто учен, Победаю гренец, кто пьян, да кто пьян. Люблю твои места В расистый час заката, Священная гора, Когда твои огни Редеют и верхи Ещё зарёй объяты. И по лугам трава Уже в ночной тени. Молчат окрестности, Спокойно спеть предместе. В предшествии звезды Луна вдовик зашла, Как и на тени лифт, Как символ благочестия. Там жаркая свеча Луна вдовик зашла, Когда на сердце ночь Меня к закату тянет, Он в сумеркам души Сочувствующий знак. Он говорит, не плачь, За ночью тень останет, И солнце вновь взойдёт, И свет разбудит мрак. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Чтоб смутному отблеску дальнего рая Душа улетая смогла погибиться. Танец для фортепианного квинтета Исполняет квинтет имени Бортнянского Андрей Фисюк, Александр Дрыга Первая и вторая скрипки Оксана Лещук, Альт Александр Карпов, Виолончель Александр Дрыга, Рояль Александр Дрыга, Рояль Александр Дрыга, Рояль Александр Дрыга, Рояль Александр Дмитрий Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас прозвучит соната для фортепиано номер 4 в трёх частях. Это одно из тех произведений, которое было написано уже в промежутке между первым авторским концертом 2008 года и этим концертом. Соната прозвучит в исполнении Борислава Странько. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Сейчас я объявлю последнее произведение сегодняшнего концерта, но перед этим несколько слов как бы в заключении. Субтитры создавал DimaTorzok Крупное произведение вариации сонаты, циклы, отдельные сочинения, разные инструментальные тембры и во всем очень хорошо виден и ощущается автор. Его лирическое дарование, безупречный вкус, чувство стиля и такая глубина, естественность, простота, постижение жизни. Такой свет исходит от этой музыки, не яркий, не ослепляющий и вместе с тем такой красочный. Хочется жить. Видишь мир в красках. И даже иначе воспринимаешь человека в этом мире. Еще мне хочется сказать о том, что сейчас прозвучит последнее произведение в исполнении автора и Юлианы Викторовны Яблонской, которая, безусловно, может быть названа соавтором сегодняшнего концерта, его душой, как, впрочем, и первого авторского концерта, когда она выступила пионером изучения музыки Борислава Странько в нашем учебном заведении и исполнения ее для широкой аудитории. Может быть, потому и сегодняшний концерт еще и было бы хорошо сопроводить, но скромность Борислава Юрьевича не позволила принести сюда первый сборник его произведений для фортепиана, который вышел не просто как сборник фортепианных сочинений, а как пособие для исполнительских факультетов, вузов, всех уровней аккредитации. И там фортепианное сочинение с, между прочим, очень содержательными и точными комментариями автора. И сейчас прозвучит «Рэгтайм» исполнителей Юлиана Яблонская и Борислава Странько. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова